В общем, теоретическое изучение программирования — это, по сути, порядка, стресса, но давайте сравним с практикой. В общем, так, ладно, сейчас давайте от практики немного, короче, чуть-чуть потом начнем, у вас вопросы, какие были, занимались, потом уже оврашивали, что не получалось, получалось. У меня было вопрос, ну, я бы зашел, я не могу сейчас вам постараюсь. А по четвертому, там, в четвертом уровне, ну, одна из последних задач, нужно было посчитать количество котов, каунт. Ну, и там, значит, ну, объект, код один, код два, и, значит, и там под каждым котом можно было написать код. Ну, вы не знаете, да, никто не знает, у кого кто-нибудь. А что там суть была? Там было написано класс код, да? Ну, там тема, вызов, например, статический перемен, перемен статического класса. Что такое? Так. Так. Нужно уметь было написать. Ну, никто не знает, да? Никто не знает. Никто не знает. Это решение было связано, что это А- плюс после каждого кота или что-то. То есть там надо было цикл, да? Или как-то цикл, нет. У вас в интернете сейчас не работает, да? Не-не-не-не. А почему не работает интернет? Сотрудники уже, я не знаю, под сотрудники уже. Можно просто попробовать. Дома будем отправить сообщение с просьбой помочь. Ну, да. Мне просто на это посмотреть надо. И мне нужно облицать. Серьезно. Лично. Слышно. И все. И потом... В общем, короче, давайте попробуем чуть-чуть достать. Займемся пока простыми вещами. В общем, давайте будете там кто-нибудь по очереди сюда выходить, печатать. Давайте в первый канал напишем. Значит, мы с вами что прошли? Мы с вами прошли типы, мы с вами прошли условия, мы с вами прошли циклы. И, 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 и. И, по идее, до меня вам рассказывали еще вот вывод из клавиатуры. Ну, и хватит, наверное, да? Ну, давайте там, не знаю, выйдите, пожалуйста, напишите какую-нибудь программу, которая считывает из клавиатуры число m и выводит сумму чисел единицы до m. Вперед кто-нибудь желающий? Не стесняйтесь, Александр поможет. Который вводит или выводит? А? Который вводит и выводит? Да, вводим число n и выводим сумму чисел от 1 до m. Вводим число n. То есть, я не думаю, надо... Вводить. Нет, нет, как вот эта схема? Вода. Ну, в общем, вам нужно создать игр сначала. То есть, написать вайфере или даже... Бафферы за главную букву, потому что это название класса. В джаве принят... Ну, в общем, говоря класса, в джаве принят бафф, ферия, ну, увишено это написание. Вы можете это просто тыкнуть и идея там вообще-нибудь, да, лишится вас. Ну, не совсем. Да. Вот. Здорово. Теперь, в общем, вы создали, как бы, написали класс. Теперь вам нужно назвать... Ну, то есть, вы создаете перемену класса 2 ферии. То есть, теперь вам нужно ее как-нибудь позвать. То есть, через вагон назвать... Название этой перемены сначала введите какую-нибудь. Какое хотите. Ну, с маленькой буквы это не патитана. Это не будет играть значение. Ну, у людей, которые пишут в джаве, принят кейс так называемый. То есть, название перемены начинается с страшной буквы. А если оно состоит как бы из двух составных слов, потом идея подсказывает, то тогда первое слово пишется с страшной, а каждое следующее слово, содержащиеся в этом названии перемены, пишется заглавным. Ну, типа вот, подсказывает, написать в Африт Ридер, слово Ридер звучит заглавным, а это все с страшной. Ну, все делать вообще. Без разницы. То есть, название перемены, если вы так пишите, это только на читабельность, сколько это влияет. Ну, мы сейчас не на эту работу. Теперь это присваиваем. Ну, пишем одно. Пишем new. Он создает нам, собственно, то есть, как бы в памяти, выделяет, инициализирует кусочек памяти вот именно этим в Африт Ридером. Пишем, соответственно, в Африт Ридер. То есть, ну, говорим, что в Африт Ридер, это на самом деле в Африт Ридер, который на самом деле конструктор принимает их в Африт Ридер. То есть, new и в Африт Ридер. Еще раз, new. New. Еще раз, new. Просто подряд. Просто подряд. Снова пишите new. Африт Ридер. То есть, если это получится, то, по-моему, вроде как... Ну, нет, нет. Это на помощь. Это на помощь. Это на помощь от того, что у вас... Это на помощь от того, что у вас... А у нас ничего тут замысловался, потому что вы не справляетесь. Никто... Вечка, которая читает, и он приседает, и имеет какую-то буфель, которая помогает, заказать, что он говорит, да, я буду принять. Да, Александр, это должен для того, к самому... Африт Ридер. Африт Ридер. Ну, в общем, создаем бафель Ридер, который у нас конструктор хочет еще какой-нибудь Ридер. Нас здесь интересует InputStreamReader. Пишите InputStreamReader. Shift. Input. Input. За главную букву Input. Все. Вот, где я сразу подсказываю. Глядь. И сюда нужно вбить System. За главную букву System. Y на втором месте. Через Y на втором месте. Ну, в общем, это же три центра, а вот и все. Точка. И. И. Все. И . Концесс. 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 И все. После скобок. Там скобочек еще будет. Концесс. Еще одна скобочек. Концесс. Ага. То есть, я правильно понимаю, что вот эта функция, она в основном случае еще какую-то функцию вызывается сама по себе. А вот эта функция что называется? Эта функция тоже вызывается. Тоже вызывается от этого. Вот System.In то, что написано в самых последних сроках. Ну, то есть, грубо говоря, это все читать надо немного сзади-наперед. System.In это просто поток входа с консоли. То есть, то, что мы вводим с консоли в нашу программу, оно как бы получает всегда System.In.In. Можно в этот раз? Да. А почему нужна именно такая двойная конструкция? Почему нельзя создать просто новые классы? Можно без нее. Bacteria Trader имеет удобную функцию Redline, которую можно строчку целиком читать. Это просто будет удобство. На самом деле, ну, просто для чтения с консоли достаточно будет написать new и System Reader от System.In. Bacteria Trader не обязательно делать. Суть в чем? В общем, System.In это сам по себе поток чиселия. То есть, это просто данные, которые входят нам в программу из консоли. Все. Input Stream Reader – это уже оболочка на него, которая позволяет нам в программу получать эти данные. То есть, это та штука, которая берет эти данные из консоли. А Bacteria Trader – это еще оболочка вокруг этого Input Stream Reader, которая содержит в себе, ну, по названию видно, что она содержит в себе буффер небольшой, то есть кусочек памяти, который позволяет сохранять то, что она считала, и после того, как у нас попросят уже эти сохраненные данные выдавать. И так как, ну, на самом деле, строка у нас может быть, ну, по сути, она ничем может быть не ограничена. И поэтому вот именно у Bacteria Trader появляются меры трейдлайн, которые, ну, то есть, мы можем читать строчку, сохранить ее в памяти и вынуть целую строку. До этого мы не можем читать, ну, все вещи по строчке. В общем, говорите, что я знаю. Вопрос. Да, да. Система понимает один символ или целую строку? Вот System In. System In. System In – это, ну, зависит от того, как мы потом будем сочетать. То есть, сам System In – это просто поток. Это не один символ, это поток символов, который входит в нашу программу из консоли. А уже та оболочка, которая над ней наворачена, она позволяет читать и по одному символу, и строчку-су-строчку по стеклам. Это вот уже Bacteria Trader стоит отличать. Я думаю, вам, когда потом, ну, когда мы расскажем про классы, про конструкторы-деструкторы, и вообще в целом объяснять суть, вот, допустим, new и суть, зачем-то нужны эти миллионы скобок, как это все работает, станет понятно. Пока, я думаю, в это не надо будет влияться. Цель не в этом. То есть, сейчас пока, там, нажав рашку, он тоже так же дается. Вроде бы, особо без объяснения говорили, что это Bacteria Trader, что это Bacteria Trader. Ну, вообще, много чего без объяснения. Ну, вот. Ну, вообще, вот от этой штуки в том, что вам сейчас нужно просто запомнить эту конструкцию и писать конструкцию, и все. Особо, пока не заморачиваться, потом он просто расскажет, что это за риттеры. А Bacteria Trader – это оболочка вокруг обочины читалки. А это мы создаем переменные, и нам переменная должна иметь какой-то тип, и этот тип Bacteria Trader у нас. Следовательно, у нас появилась переменная, которая у нас является риттером, то есть она позволяет нам читать какие-то данные. Так, теперь давайте, чего-нибудь считаем. То есть, если нам в принципе надо сойти что-то, то у нас нужно сначала по-любому брать их заряд, да? Если мы с консолей хотим читать? Если мы хотим читать не с консолей, то нам не надо этого делать. Если мы хотим что-то получить именно с консолей, то есть вбить ручки в нашу программу. То есть, написать программу, в которую, грубо говоря, мы печатаем число, она нам очень не дает это число. То есть, нам нужно дать данные какие-то программы, и печатать не именно «Изменять код», а именно вот уже скомпилированный кусочек программы и просто дать ему уже какое-то число, чтобы он автоматически возвращал свой результат. То есть нам нужно что-то считать в консоли, тогда нужно написать такую вещь. Теперь давайте переменную пробуем создать. Переменную у нас будет иметь, пускай будет иметь, пускай будет иметь название. Здесь марки? Да, да. Ну пусть будет, да, равно. Давайте это чуть-чуть мягче делать, потому что сначала нужен стринг. Стринг за главной кубой, потому что это объект. Переменная? Название, естественно. У нельзя, выключивое слово. У за секретное слово нельзя называть элементами нею. Если вы напишите юввв, то ладно, за тобой будет. Лучше с нами. Без разницы, но можно лучше с нами. А, все, все идет. Равно? Бер, то есть ваши игры уже, которые вы создали. Бер, точка. Редлайн. То есть у нас... Теперь мы... Ну, раз-два-три ритера, он выставил. В общем, здесь мы представляем форус с его эксэршем. А Редлайн это что? Это оператор, что это? Это считай сэршем. Да, а как это вообще называется? Что это? Это метод у Ритера называется. Ну, то есть официально называется метод. В целом он здесь. Давайте я тогда еще сразу познакомлюсь с этой инструкцией. В общем, вот сейчас он нам говорит UnhandledException.Java.io.ioException. Что это означает? Наш лидер может, по сути говоря, повалиться по тем или иным причинам. То есть, ну, когда с консорки мы читаем, наверное, он вряд ли повалится, и то, конечно, может ему повалиться. Но когда мы там читаем из каких-то других источников из сети, например, мы вообще пытаемся читать. В этом случае у нас может произойти какая-нибудь грусть, и до нас наша строчка не дойти. И поэтому наш лидер считает какую-нибудь дрянь или вообще ничего не считает, в этом случае выйдет эта ошибка. Ошибок вообще, в принципе, может вылетать довольно большое количество, и чтобы наши программы не падали от того, что эти ошибки возникают, принято писать drive-log. Здесь писать ключевое слово catch, его exception, какое-нибудь название. Здесь что-нибудь делать в случае возникновения ошибки. В общем, что данная конструкция из себя представляет? В блоке drive мы записываем те вещи, которые мы хотим попробовать сделать. И если у нас возникнет какая-нибудь ошибка, то есть у нас какое-нибудь действие по той или иной причине не завершится, то мы придем в блок кетч и сделаем то, что написано в блоке кетч. Соответственно, вот тут вот здесь пишется, какой тип ошибки мы пытаемся свалить. Ну, его exception в нашем случае это input.out.exception. То есть у нас возникла проблема либо при вводе, либо при выводе. Ну, и мы знаем то, что у нас в нашем коде, то есть в наших двух строчках, может возникнуть только его exception. То есть мы можем просто что-то не считать. И поэтому имеет смысл ловить ошибку ввода-вывода данных. Ну, и вот эта вот строчка e-prince-tec-trace – это просто метод, который вводит в консольку сообщение о ошибке. То есть у нас наша программа не полетит и там не будут вылезать окна там необработанные исключения, бла-бла-бла, ошибка, и там видна будет вот такие звуки издавать бла-бла-бла-бла, гранцкий. А просто тихо-бивная программа закроется и напишет текстик, что вот типа у нас возникла такая ошибочка, она там возникла в такой-то строчке. Ну, и как бы все. Вот. Это просто такая конструкция для разработки ошибок. Опять же, когда берете ошибок, вам потом про это все расскажут. Вот эту вот штуку можно заменить, ну, только там вот в случае, например, можно заменить, написав вот 10 метров. В таком случае мне нужно писать блок try-catch. Вот. В таком случае тоже все заработает. Вот. При такой обработке ошибок, если у нас возникнет данная ошибка, наш метод, в котором эта ошибка возникла, то есть метод main, попробует эту ошибку прокинуть наверх, то есть он возьмет эту ошибку и попробует кинуть ее тому, кто вызывал наш метод main. Но, как бы, main вызывает уже самую систему, поэтому эту ошибку будет никуда. Вот. Поэтому, ну, как-то, в общем, для простоты записи можно писать вот там. Для начала и потом. Да, да, да. А по умолчанию нам не прицепляют вот эти импорт явлевые? Нет. Вот эти вот, которые, по-настоящему, откуда появились? Это идея умеет их вставлять автоматически. А? Это идея умеет их автоматически вставлять. То есть вот эта среда, в которой мы это все набирали, она умеет автоматически и все равно. И вот этого достаточно, да? Не надо будет писать с Русс? Нет, но все равно надо писать. Все равно? Да, да, да. В общем, давайте дальше задачу делать. Короче, мы считали строчку, давайте дальше. Почему надо считать строчку? Потому что наша консоль нам возвращает только строковые данные. Мы точно не знаем, потому что мы введем обязательно из консоли какое-нибудь число, и поэтому, на самом деле, мы можем ввести какую-нибудь строчку, например, число, мы можем, ну, со все буквами написать какое-нибудь Amtsamba, и из-за этого Amtsamba потом попытаться как бы считать это как число. Мы посмотрим на это, ну, и опять же возникнет ошибка, потому что как можно представить себя в WhatsApp и как понять какое это число. Понятно, что нам нужно сначала считать строчку, а потом строчку преобразовать в число уже. Значит, про преобразование я не рассказывал, да? Как из строки сделать... Значит, короче, когда у нас есть строка, и мы нужно получить число, мы пишем integer, и у integer называем parseInt, помню я это говорил. Вот, теперь у нас нашу строчку, ну, мы считали строчку s, мы передали ее в parseInt, и вот теперь у нас будет в a лежать число, которое содержит строчку. Вот. То есть здесь это нужно сделать, ну, считать, чтобы считать число из консоли, это нужно сделать через промежуточный шаг, то есть сначала считать строчку из консоли, а потом считать уже само число из консоли. Ну, вот, все, у вас есть число, мы ее уже считали, а теперь нам нужно найти сумму чисел и единицы до этого числа и вывести ее. А что вы начали сочетать, если считать число? Ну, вот, мы теперь... Мы вот сейчас запустим эту программу, сейчас она скопится. Вот она скопилась. Вот у нас здесь есть консоль, мы вводим число 7, например, тыкнем это, и наша программа, она должна нам вывести сумму чисел от единицы до 7. То есть, читая число, мы в консоли вводим наше число в программу, получаем его, оно у нас вот после вот этих трех строчек, оно у нас скопится в A. А почему именно? А почему она здесь фигурирует как текст? Потому что мы, потому что мы не можем считать здесь на соль только строчку, мы не можем сразу считать символы, мы сразу не можем считать цифры, потому что у нас нет гарантии, что там точно содержится цифр, поэтому мы должны попробовать это сделать. Другой метод, да? Ну, сначала считать строчку, а потом считать там есть ринт, инт или что-то такое? Ну, какой-то есть, да? Да, какой-то есть. А вот это будет новая переменная, которая у вас будет счетчиком, то есть она будет отсчитывать итерации каждого цикла, и на каждой итерации она будет изменяться. То есть вам нужно написать int i, int i. Просто, ну, переменная цикла принято обозначать i. равно единице, точка запятой. Теперь вам нужно написать условия выхода из цикла, то есть то, что... Когда мы должны выйти из цикла? Вам до выхода из цикла, да? До a. Ну, то есть мы считали a. Значит, нам нужно писать a и меньше или равно a. То есть условия не выхода, а условия на короткий. Продолжение цикла. И в следующий раз. Говоришь, что им нельзя меньше. Можно. Можно. Мне говорят вот так вот. Ну и теперь, что нужно делать с этой переменной i? Нужно перемазать все числа по порядку, то есть нам нужно в конце каждой итерации делать плюс один к i. Как это делать? Да, i и плюс плюс. А можно вопрос? Да, конечно. Вот это i, это ново созданная переменная в этом цикле? Да. Да? Да. Эта перемена не будет видна вне границ этого цикла, она будет создана в том, что будет для этого цикла. Ну, практически во всех примерах i подсутствуют, то есть, да, а, а? Нет, это как бы не было, просто так принято, потому что цикл они почему-то... Как правило в i, да? Ну да, просто так принято. Как последовательность у нас цикла. Как приведут, знаете. Скобок, вроде фигурный скобок. Ну, то есть, теперь вам нужно в степи цикла считать сумму числа. Вот, теперь внутри скобок пишите. Вам до цикла нужно завести перемены, в которых вы будете хранить результат, во-первых. До цикла, до цикла. То есть, еще до цикла. Да, до цикла. То есть, перед формой. И вот, что идет? Да. Какой-нибудь result, чтобы было, да? А зачем? Как мы иначе сумму числа? А уже в цикле есть. Ну, а куда мы будем принять сумму цифр? Ой, сумму... Ну, нам нужно посчитать сумму чисел, единица, да, а? Куда мы ее будем власть? Как еще? Мы не можем измерять i внутри цифр. Это плохо, скажете. То есть, result равно 2. Изначально результат равен 2. Точку 2 тоже. В конце. Теперь вам внутри цикла нужно result увеличить на i каждый раз. Внутри цикла. То есть, фигурные скобки — это границы действий. Ну, то есть, то, что находится в фигурных скобках, написанных после форм, выполняется в форм. То есть, то, что вот здесь написано в этих онстоках, оно будет повторяться на каждой итерации вот этого цикла. Вот, и здесь вам нужно к result, что красиво... Да, result... Нет, не плюс один, а плюс i. Резалт равно... Плюс равно... Плюс равно... Плюс равно... Плюс равно... Ну, и b. Или можно написать result равно result плюс i. Ваши правы. Резалт. Как точку вам написать? Короче. То есть... Можно написать плюс на тот иеронон, а плюс на одно. Точку запретила. Все, теперь вам нужно... Теперь после выполнения этого цикла у вас резалт будет храниться сумма чисел от единиц до введенного в районе числа. Теперь вам нужно вывести это в консоль. А я правильно помню, чтобы у нас JavaRush был... Там не резалт, по-моему, а... Ретурт. 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 Или что? Зачем? Ретурт. Все. Возможно, метод отдельно создавался, но здесь ретурт не нужен. Зачем нужен ретурт вообще? Про функции тоже вы что-нибудь рассказывали, да? Вроде рассказывали, а вроде не рассказывали. Ну давайте следующий пример сделаем с функциями. Сейчас допишем это уже, допишем. И следующее допишем... А разница есть на к этому? Нет. Нет, да? То есть просто... Нет. Ну просто... С функциями это лишняя ворота. Здесь не надо функцию создавать. И теперь нужно вывести то, что мы не посчитали. Вывести SystemOut. Опять же, если разбирать по словам отдельно, то есть SystemOut это поток вывода, то есть у нас был SystemIn это поток ввода в нашу программу, а и SystemOut это поток вывода. Ну и у него есть метод, который печатает строчку, ну точнее он не печатает строчку, он печатает то, что мы дали в этот метод, и после этого еще символоваться строки. Ну то есть SystemOut. Да, теперь шифры здесь. Шифры здесь. Ну все, в общем. Теперь вводите вот сюда вот его число. Ну вот 28 это сумму числа от 1 до 7. И, соответственно, теперь мы можем вот так вот перезапускать эту программу, опять решить от 10, опять поскольку бывает нужное нам число, и оно будет выдавать сумму числа от 1 до данного числа. Нет. Ну сумма числа от 1 до 1 равна 1, это будет лично. А может вопрос? Да, да, да. Зачем жанн добавил, ой, иди добавил у него buffer? Ну, потому что мы сначала случайно написали buffer. Буфер, наверное. Не знаю. В общем, это... Когда мы написали buffer E3, то мы случайно написали buffer, и она футболистическая русская картуна. Это на самом деле не нужна. Ну то есть там видно было, что сереньким цветом подсвечивается, что подсвечивается серым цветом в импорте, назначает то, что, короче, неиспользуемые пакеты, можно его из импорта исключить. Вот. Ну вот, в принципе, все. Программа, которая считает сумму цифры, чисел, единицы до введенного вами числа. Давайте введем не int. Давайте введем не int. Поменяйте на double. Нет, нет. Я имею в виду ввести не в тексте, а в строку введенного числа. А, ну давайте. Нажмите шифра 10 и введите в ребят 2. Шифра 10 и введите аббатсаб. Вы можете просто A ввести. Вы иди сюда. Вот мы получили, собственно, ошибку, которая уже не его exception, а нормальный формат exception. То есть вот этот вот метод, integer parseInt, он нам бросает ошибку. Которая говорит о том, что мы бери, ну мы пытались получить строчку, в которой есть число, но на самом деле мы получили не число, а какую-то D, которое на самом деле числом не является. И тут как бы в чем суть. Есть ошибки, есть обрабатываемые, а есть не обрабатываемые. Вот номер формат exception это ошибка, которая не обрабатывается. То есть она не требует обязательного включения в try-catch-блок или вот этого ключевого slow-throws. То есть мы считаем то, что данную ошибку обрабатывать не обязательно. И она, ну в общем, не обязательно учитывать, нет, неправильно формировал. В общем, она не требует включения в try-catch-блока или вот этого ключевого слова froze. Ошибка его exception, она требует этого, потому что это ошибка блока. Ну, как-то так. А мы же, если пишем такую продвинутую программу, мы же можем обрабатывать эти exception, да? Что типа если вы ввели текст, то типа повторить запрос, сказать, что типа введите число. Повторить запрос? Ну, в консольке вывести текст, что извините, вы ввели текст, а не число, введите число. Ну, давай, тогда это сейчас более-менее. Напишем этот try-catch-блок. А если еще развести число? Ну, я уже запускать надо. Здесь try-catch использовался, потому что уже froze задействовано. Froze? Вот это froze. Оно задействовано для исключения, которое бросает вот этот read-line. То есть вот здесь написано your exception. Your exception – это не put, а output exception – ошибка ввода-вывода. Ее можно бросить только вот эту вещь. То есть мы можем что-то насчитать. Вот эту ошибку надо формат exception. Ее можно бросать только метод parse-it, который пытается из строчки получить число. Что можно бросать? Ну, терминология такая принята, потому что это называется английским словом fro, поэтому оно переводится бросать. То есть перехватит на другую вещь? Ну, оно никуда не… Оно не то, что куда-то переводится, оно просто такая технология. В общем, перехват. Что? Типа перехват. А что? А другую вершину верить надо? Ну, не то, что верить надо. Вот этот froze, который написан в неме, ну, вот этот как froze, он эту ошибку бросает вверх, как бы. А кетч – это, ну, кетч – да, ладно, это хорошо перехватит. То есть, грубо говоря, у нас программа, если она возникает ошибка, ну, во время исполнения программы происходит какая-либо ошибка, то мы ее… Вот принята такая технология, что мы ее как бы бросаем. И ошибка – это вот объект, который… объект какого-либо класса, который наследуется от интерфейса exception. Вот шарик такой, который в себе содержит сообщение о себе, что я такое, и она имеет определенный тип. То есть, она имеет тип, например, input-out-put exception, или она имеет тип, вон, внизу, nano-формат exception. И она в себе именно говорит о том, почему я возникла, и что я вообще за такой фрукт. И, соответственно, ну, что мы здесь написали? Ну, опять же, у нас есть buffer-reader readline, он может бросить input-out-put exception. То есть, мы можем не считать наши данные. В таком случае эта ошибка, она вот этим вот фрусом работает, и наша программа попробует ее наверх на кинуть кунаду. Ну, у нас здесь верки нет, поэтому это как бы… это сложно сейчас понять. А вот эту вот конструкцию вполне себе можно понять. Вот, number-format exception – это штука, которая возникает вот здесь, когда мы пытаемся из непонятной строчки сделать число. Вот, соответственно, как эта программа работает по шагам. Создали reader, считали строчку, попробовали сделать parse. То есть, попробовали из строчки сделать число. После этого вызывается вот этот метод parseInt. Вот здесь написан этот метод сам по себе. То есть, мы можем, ну, в 9 тыкать секунду в левую кнопку, и он переведет вас вот в код Java, где это все написано. Вот у нас вот так, сюда можно перейти, вот еще можно перейти. Ну, и в общем, вот здесь как бы написан код этого метода, который нам… который написан уже за нас, который нам строчки делает, собственно, число. И вот вызывается он, и вот в нем написано frozeNumberFormatException. То есть, вот как мы писали frozeOException, только здесь написано frozeNumberFormatException. Вот. Значит, что здесь происходит? У нас вот в этой вот штуке мы пытаемся распасть наше число, и в данном методе возникает исключение. То есть, возникает ошибка о том, что мы не смогли из строчки сделать число, потому что у нас написано там не цифры, а буквы, грубо говоря. Срабатывает вот этот вот froze, и здесь он бросает это исключение наверх. Вот когда он бросил его наверх… вот внутри этой строчки, вот внутри этого метода ошибка возникла. Внутри этой штуки она прокинулась наверх, и вот здесь она от нас вылезает. она летит до ближайшего try-catch-блока, который ловит эту нашу ошибку, которую мы пытаемся прокинуть. Вот, вот в этом вот месте мы ловим этот самый numberFormatException, и нам прилетает ошибка. То есть, вот этот код, он вообще, в принципе, не выполняется, когда у нас возникла ошибка. То есть, наверное, вот отсюда сразу мы идем строчкой вот сюда, потому что у нас возникла ошибка. И, соответственно, вот здесь этот numberFormatException, так как у нас ошибка возникла и она переплатилась, выполняется то, что написано вот внутри этого блока, который принадлежит к кетчу. То есть, мы выводим в консоль просьбу ввести корректное число, чтобы оно было именно число. Ну ладно, как-то так, да. И в этом случае, если он нас просит введите число, то есть, как бы программа перезапускается? Ну, для этого надо просто метод отдельно написать. То есть, это нужно будет написать метод, который кидает такую ошибку и в цикле вызывать эту штуку, то есть, пытаться вызывать в цикле эту штуку до возникновения ошибки. Точнее, наоборот, до невозникновения ошибки. То есть, типа, вызвали метод, если понимали ошибку, перезапустили его заново. И вот так вот, типа, while там что-нибудь, пока там еще нет исключений, то сделаем все нормально. Как бы написать трек, пока вот не будет без ошибок? Чем бы не было. Точнее, программу в этом случае перезапустить, если честно. Давайте я вам сейчас придумаю что-нибудь еще бы попишется, и я потом подумаю, как это будет выглядеть. А может, со свитчом это? Как бы, если их ошибка, там, свитч, как бы, на, типа, начало... Не-не-не-не-не. И в какой-то невозник. Может быть, под кетч и континуум перейти, наверное, на какую-то метку? Да. Мерки рекомендуется использовать. Ну, это можно делать, но не будет. Допублика будет. Сейчас. А, ну... Сейчас напишем инструмент, который... Мерки рекомендует. Мерки рекомендует. Нет, сейчас. Мы же хотим штурмовать. А, блин, нет. Нет, надо же еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть. Сейчас. Сумма. 15. Сейчас давайте попробуем ребер вывести. А, ну, ладно. Что же происходит? Ну, сейчас. Он не вернулся к... Мы вызвались один... В общем, смотрите, мы вызвались один раз. Он нас просит ввести корректное число. Попробуем ввести корректное число. И... Дело не выводит это число. То есть, это еще в цикле. Короче, в общем... Следующий раз. Ну, вот здесь вот надо еще когда-то проводить сразу. Или еще просто... Вот здесь просто у нас есть сады. Вот. Вот. А если несколько раз неправильно снимать? То есть, когда это не ошибся? Нет, правда. Работает все. Да. Значит, мы ввели. Один раз попали туда. Ну, в общем, на второй шаг какой-то уже не сработает. Потому что нужен еще один какой-то этот... Кетчблок. Ну, короче, вот так уже сделался. Работала на ошибке, как дальше? Как сделать что-то еще больше? Ну, надо, опять же, по этому поводу подумать. Потом, сколько видимо, я не скажу. Лучше чем-то еще более простым заняться. Потому что это уже такие, знаете, более умные вещи. Мы тут занимаемся здесь. Суммой чисел. И еще проблемы возникают. Так что на ошибку пока лучше не задумываться. Серьезно. Да? На каждый метод, сработавший стойкой, на каждую штуку, которая вырастает ошибку, нужен свой кетч посетить. В общем, давайте что-нибудь еще напишем. Давайте напишем... Чем-то ему нужно. Опять же, на вход число и выводят факториал этого числа. Например. Что? Повториал. Факториал этого произведения числа отъединиться до этого числа. Ну, давайте. Давайте кто-нибудь еще напишем. Пишем что-нибудь. Ну, давайте кто-нибудь. Желающе. Пожалуйста. Давайте я даже восстановлю. Ну, напишите кто-нибудь. Я вам сейчас. Давайте. Уводитесь. Ну, можно я... Давай. Он на сумму, он отличается... Знак уважения? Знак уважения? Знак уважения. Знак уважения? Кое-что еще. Ага. Уважения. Я уже... Я уже... Водопередовая, чем звук стопы, в подросток? Все, мы просто решили футеры, походу. Ага. Спасибо. 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 Еще раз, сорян. А, а тогда равно, и умножить на 3. Нет, ниже, 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 ниже. Ну, то есть результат материалов улучшается не а, как и минус один. То есть предыдущий умножается на текущий. Нет, там не а в этом самом, в этом разнице второе, второе число не а, а и. Вот не хотим. Да. Вот так. Так что сработает просто? Нет, это не сработает, потому что мы в а каждую итерацию цикла будем перезаписывать в произведение всего лишь двух чисел. n и n минус один. Да. И в итоге у нас в этом штуке имеется n на n минус один. То есть она найдет такое значение. То есть умножать его на следующее число, потом умножать еще на следующее, потом умножать еще на следующее. А умножить первое число умножить на ноль, получается ноль. Второе число умножить на ноль, получается ноль. И как бы вот это вот умножение одно, оно не дает примерно ничего. Поэтому изначально в случае умножения нужно инициализировать единицы. Потому что единица нейтральный метод на сетем умножения. Она дает самое число самому по себе. Поэтому можно изначально это инициализировать единицы. То есть это просто по сути умножение. А можно спросить? А что насчет факториала нуля? Он же единица. Условия. Условия, да. Но не позволит нам быть, правильно? Хотя, кстати, он сейчас увидит эту самую единицу. Даже условия. Потому что мы не зайдем в этот цикл. Вообще ни разу. То есть цикл с флозом тоже, по сути говоря, цикл с предусловием. И просто он имеет заданное количество итераций. И изначально мы попробуем инициализировать вот эту... Ну, точнее, мы не попробуем, мы точно инициализируем i единицу. У нас будет в i лежать единица. А потом мы сравним. i меньше или равно m. При этом мы ввели 0. У нас будет единица меньше или равно нуля. Флоз, и цикл. Вообще ни разу не зайдем. У нас выйдет изначально единица. Вот. Так. Нормально. Сейчас давайте... Давайте, давайте, давайте усложнять. Давайте выведем NH число Fibonacci. А потом это все рекурсивно нужно писать. Наверное. А, можно вопрос? В этом вот методе Buffer, Trider. Мы работаем только с примерными числовыми? Да? Еще раз. Где? Ну, вот в этом методе Buffer, Buffer, Trider. Вот в этом месте? Вообще, в этом методе мы работаем только string. Вот здесь взять. Мы со string не можем работать? Да, там вот. Мы изначально как раз... Мы как раз таки изначально читали string, а потом мы и string делаем. И тогда что-то parse int, да? Да, поэтому мы уже parse int. Т.е. вот эта штука, Reader, RedLine, она возвращает string. А вот из вот этой вот вещи мы уже делаем с графиками. Мы уже не делаем число и работаем с... Да, то есть изначально мы строку имеем. Мы изначально имеем текст. Ну, и для того, чтобы с этим работать как с числами, нам нужно из строки делать число. Да, число, да. Да. Т.е. там будут вопросы разные, да? Ща, я... Задайте какую-нибудь задачу всем. Ну, не те, пожалуйста, мне. Но я буду интернет и... Ничего себе. Ну, давайте выведем n на число Фибоначчи. Это самое... Определение числа Фибоначчи мужа? Да. Число Фибоначчи — это первое число Фибоначчи — единица, второе число Фибоначчи — единица. Дальше следует закон n на число Фибоначчи равно n-1 плюс n-2. Один, один, два, три, пять, восемь, тринадцать, двадцать один и так далее. Число n у нас уже в этом геймсе читер, вот у нас в форму на число Фибоначчи. Ну, то есть, ну вот это вот нижнее подчеркивание, это как мини-плекс, то есть у нас первые два числа единицы, а потом мы должны посчитать все числа до нас, и интересующее наше число будет равно сумме двух предыдущих чисел. Соответственно, для тройки это будет 1 плюс 1, для четверки это будет 1 плюс 2, 3, потом будет 3 плюс 2, 5, потом будет 3 плюс 5, 8, потом будет 8 плюс 5, 13, потом будет 13 плюс 8, 21, потом будет там 34, и дальше я не помню. И считать, например, вот так вот. Поэтому, вот давайте напишем человек такой. Давайте купить его. Не стесняйтесь только, пожалуйста, все просто делается. Да? Да, да, да. Все, проходите, поймите. Ну, подумайте, кто, у кого какую-нибудь идею возникнет. Просто перезаписывать нужно постоянные фамилии, да? Да. Складно по этой форме? Нет. Ну да, тогда там, например, две переменные филизовы. Первая и вторая. Да. Александр. Ммм, вызови вашу проводку. Ммм, вызови вашу проводку. Ну, давай отсюда. Ну, подчего вы стесняетесь? Вот так смотреть на то, как люди ходят, это бесполезно. Нужно уйти и самому писать. Если вы реально уйти, зачем и не поучиться. Ммм. Да, страшно. Есть, что поворачка. Все, как раз... ...возь ваши вопросы? Продолжение следует... 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 И просто сначала мы перепроверили, дали ли нам какой-нибудь из этих чисел, которые мы уже посчитали, единицу или двойку. Ну и потом мы проверили, начали считать уже по очереди 10 числа по одному числу за цикл. Соответственно, мы зашли в цикл, пересчитали число и учли, что если мы придем в следующую итерацию, то тогда у нас старые эти два числа, они изменятся. Соответственно, мы как бы налево сдвинули эту вещь. Но здесь у нас переполнение типов уже небольшое, поэтому он не умеет так делать. Ну, 37000 число Фибоначчи, это, мне кажется, она даже в ломб не влезет, поэтому, в общем, жаре такое уже не напишешь. Вот. Можно рассказать про рекурсию чего-нибудь, чтобы вот эти две задачи про, например, сумму чисел по факториала либо Фибоначчи, они как-то лучше понимались. И плюс еще он понимал и суть функции. Да, давайте с этим займемся. В общем, смотрите. Есть в Java функции. Зачем они нужны? Ну, официальное название метода, на самом деле. Значит, в чем суть? У нас часто может в программе быть какие-то куски кода, которые мы пишем постоянно и мы не хотим их повторять. Другу говоря, нам вводится, ну, официальное Java rush, нам вводится четыре числа и нам нужно найти минимальное в связи четырех. Чтобы нам не писать в три if это и не делать, если первое меньше второго, тогда запомнили один результат сравнения, если запомнили результат меньше второго, меньше третьего числа, тогда еще раз запомнили и потом еще раз в четвертого. Ну и, короче, для четвертого числа, да, опять то же самое сравнили. Можно написать функцию минимум, которая будет нам возвращать минимальное число из двух нам данных. Так мы назовем, int min, которая принимает два числа себе на вход, и она возвращает минимум из этих двух чисел. У нас еще есть библиотека maf, которая умеет считать минимум из двух чисел, но нам очень лень часто переписывать maf точку, поэтому напишем свой собственный минимум. Вот. И, в общем, для этого нужны методы. Ну, то есть это какие-то, грубо говоря, подпрокамки, которые нужны нам для того, чтобы часто такие куски кода, которые могут часто использоваться, вот именно так вот вместе скопоновать, и как бы вообще, чтобы, ну, как бы, все в программе у нас было разложено по полочкам. Вот. В общем, это вот вкратце, наверное, давайте про функцию. Что-то, ну, как она пишется. Сначала пишется тип возвращаемого значения, потом пишется название, затем пишутся скобки. В скобках пишутся аргументы, которые принимает функция, то есть те числа, те строчки, то вообще, что угодно, что есть в жаре, что мы хотим передать в эту функцию, чтобы в ней мы могли пользоваться этим. И в конце пишется ключевое слово return, которое возвращает выход из функции. Соответственно, если у нас возвращает функция int, в этом случае, вот после return, должно, вот эта вот штука, она тоже должна иметь тип int. Ну, здесь она и имеет тип, то есть вот тип вот этот и тип вот этот, они должны совпадать с друг с другом. Вот. Если у нас написано просто return с точкой запятой, в этом случае здесь, я думаю, написано слово void. Слово void означает, ну, такое еще, void как бы не является типом, но это ключевое слово, которое говорит о том, что данная функция не возвращает ничего, она просто выполняется. Вот. Она может быть там использована для того, чтобы что-нибудь там еще прочее, ну, чтобы, я не знаю, написать функцию, которая сейчас void приемет. Ну, это как вывод результат, да? Правильно? Еще раз. Ну, return. Ну, return, конечно. Это как вывод результат, да, нашей функции, правильно? Это, да, это тоже, это то, что возвращает нашу функцию. И есть свой приз. Да. Ну, вот, пример использования void, это функция, которая что-нибудь печатает. Вот. И вот здесь мы можем писать не system.out.println, а мы можем сделать... Вот здесь опять цитатики. Нужно что-то писать. Ну, в общем, вот, типа, мы написали вине-программу, которая у нас читает из консоли что-нибудь и выводит то же самое. Вот это написано просто функцией. То есть, типа, мы читали строчку, вот, вот здесь мы читали эту строчку, вот нет, вот здесь мы... нет. Вот здесь мы читали строчку, reader readline, и передали ее аргументом в нашу функцию. Вот у нас функция, вот у нас у нее в скобках написано то, что она требует аргументов. Она требует себе аргументов одну строку, string s. Соответственно, вот это reader readline, оно и возвращает нас string. Мы вот эту вот строку пихаем в print, она приходит сюда, и внутри вот этого тела, внутри тела вот этой функции, вот используется эта s. Соответственно, если мы то, что пишем мы вот здесь в скобках, оно живет строго внутри вот этих фигурных. Ну, вот, что еще сказать? Соответственно, что написано в разных методах, друг друга методы не видят. Поэтому, ну, то есть, в области видимости у них не совпадают. Что еще можно про это сказать? Функции могут вызывать сами себя, и это называется рекурсии. Соответственно, с помощью рекурсии можно проще написать факториалы, или можно проще написать число Fibonacci. Напишем факториал, который принимает на вход число n. Оно у нас return. Вот такая штука у нас беспочитает факториалы. Вот, про акцентральный оператор я вам рассказывал, да, чтобы... Сейчас расскажу еще раз. Значит, смотрите. Ни черта не работает. Можете не смотреть. Есть. Сейчас. Сейчас. Да, давай, если что есть. Да, давай, если что есть. А, ну, фури, господи, я же не навожу. А я-то думал не работает. Ну, в общем, да. Но работа-то и так, как было написано, что, на самом деле, что не в одинточку. Ну, да, конечно. В общем, вот так, скажем, все понятно, почему бы работать или совсем не понятно? Вопросы скажите, нет или да? Нет. Нет. Хорошо. В общем, в чем здесь суть? Вот это, ну, факториал, как можно определить факториал через предыдущие... Ну, вообще, произведение факториала. Это произведение чисел от единицы до нашего числа. Как мы это можем делать по шагам? Мы берем сначала... Посчитаем факториал задом наперед. Мы возьмем наше число и... Ну, в общем, можно записать формулой то, что n факториал... Вот сейчас. На самом деле, n факториал, он равен n умножить на n-1 факториал. Согласны с этой формулой? Она интуитивно как-то понятна. То есть, произведение числа от n факториал это произведение числа от единицы до n. Как, просто, посчитать произведение числа от единицы до n? Взять произведение числа от единицы до n-1 и умножить на n. Это логично, правильно? Ну, понятно будет, да? Вот. Соответственно, мы возьмем и напишем это именно вот кодом. Мы знаем то, что факториал любого числа можно представить как n, помноженное на факториал числа n-1. Соответственно, вот этот лог говорит нам о том, что мы возвращаем число f, помноженное на результат значения нашей самой функции, посчитанное числа на единицу меньше. То есть, мы попробуем факториал раскрутить вниз и таким образом все это друг на друга перемножать. Ну, вот так вот. По этой формуле мы это все перемножаем. Ну, понятно, зачем делать так сложно, раз уж все равно есть в единицы. Такая вот факториалка. Раз уж все равно есть факториалка. Мы ее только что написали. Ее не было до этого. А-а-а. Ну, вот. И только в чем здесь соответствующий подвох? В любой рекурсе должно быть обязательно условие в результате этой самой рекурсии. Вот это вот условие, это у нас если n равно равно единице. То есть, в чем суть? Мы передаем. Ну, наш факториал, он кушает одно число на вход. Это то число факториала, чего нужно посчитать. Он проверяет это условие и смотрит. Если у нас наше пришедшее число, оно единица, то мы знаем, что факториал единица, единица это как бы базовое условие существования вообще, в принципе, факториала. И он нам сразу возвращает единицу. Иначе мы пытаемся посчитать факториал от числа на единицу меньшего и потом доножить его на наше число. Соответственно, вот, ну, сюда мы передавали пятерку. Здесь приходит пятерка, проверяется условие, оно не срабатывает. Идем сюда. И здесь как бы, по сути, у нас написано ретурн, ретурн 5 умножить на факториал от 5 минус 1 на 4. Запускается вот эта функция. Идет опять сюда. Здесь у нас 4 уже на входе. Проходят опять эти условия. Здесь остается 4 умножить на факториал r минус 1 4 минус 1 3. На факториал 3. Идем вниз, 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 так проходим до единицы. Когда мы дошли до единицы, у нас происходит сравнение на единицу и возвращается число 1. И потом вот эта вот штука, это уже все. Это как бы точка обратной как бы раскрутки нашей этой рекурсии. От нее мы начинаем собирать то, что у нас произошло в программе вверх. Соответственно, вот здесь факториал n минус 1. Вот здесь у нас было записано число 2. И мы вызвали факториал единицы. Он нам вернул 1. У нас получилось 1 умножить на 2. Эта штука вернулась вверх. Там у нас было 3 умножить на результат получившийся, то есть на 2. У нас вернулось 2 на 3, 6. Вернулось еще вверх. Получили 4 на 6, 24. И вернулось еще вверх. Получили 5 на 24. Получили 120. Вот. Соответственно, ну то, что было написано до этого, как я в другом это, с помощью тернального оператора. Иначе n умножить на факториал n минус 1. Это другой вариант записи if. Он просто на одну строчку пишется. То есть вот это. Это собственно вопрос. Как бы вот этот вопрос относится к вот этому. Правда ли что? Вот это правда. Что n единица. Если правда, то тогда мы делаем ретурн 1. Иначе, если вот это неправда, то мы делаем ретурн вот того, что написано там. То есть таким же образом мы вызываем вот такую же нашу функцию. И вызываем ее от числа на единицу меньше. Итак, пытаемся сначала докрутиться вниз. Находим до единицы. Понимаем, что вот у нас есть константы, которые мы уже можем вернуть. И раскручиваемся вверх. И вот таким образом считаем факториал. Здесь написано просто то же самое, просто в более короткой форме без цифр. Вот. Здесь есть один косяк. Какой? С нулем, небось. Ну, это про факториал. Про факториал, про лекфурсию и что-то, наверное, про функции. Можно попробовать. Кто-нибудь хочет попытаться либо начать рекурсивно реализовать через рекурсивную функцию или нет? Можно попробовать, да? Давай. Формула? Как сказать? А, да, да, да. А, да, да, да. У нас теперь будет функция, которая... Ну, с ней сюда вышелся. Это блевка будет? Не, да, да. Выбежание чувствуется? Да, да. Подшедаем. Это... ... Это... Сrichten. Продолжение следует... 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 что должны быть здесь рассказывать, то есть как-то, я не знаю, прикидно рассказывать вот со всяких основ, то есть, там, примитивные типы, операторы, вот эти всякие примитивные конструкции типа ифа-фора, а потом начинаются вот такие сложные вещи, при этом вот когда даешь задачи, простые вещи сразу пересекаются со сложными, и возникает много вопросов, вот. Ну, то есть, пока это тяжело объяснить и объяснять это долго, на самом деле. Вот именно, что конкретно со всем внутри происходит. Зачем нужен бьючер, в чем отличие, и все такое. Ну, в общем, долго понимать. Какие дела. Более простых способов впечатления потока нет, да? Сканер, ну, сложнее, да? Сканер внутри себя еще кучу всего не имеет, так что, ну, по идее, да, пишется хорошо проще, но он внутри себя сложнее устроен. Сканерам мало, кто любит просится. Ну, классов существует куча для чтения, то есть, и вот стрим-ридер, это единственный ридер, который существует. То есть, сейчас. А откуда у вас интернет появится? Сартура только не получает шлюз, поэтому если причем поставить кроме тебя и писем, в сеткость 92, 168, 0 и поставить шлюз на 0, 1, то все будет хорошо. Зачем мне это интересно сделать? Я не помню. Главное забейте, короче, давайте кинайте и забыть, чтобы все посмотрели. А, я хотел показать, насколько ридеру всяких бывает. Короче, ридеру бывает очень много разных. Это вот простой способ написать то, что считает строчку с строчками целиком. То есть, просто берет и считает строчку до конца символа. Ну, то есть, слэша, нормально. Ну, короче, нажатие Enter, куда более, а оно считает строчку. Вот. А также там, в общем, там еще на самом деле отличие между как бы потоком чтения и вычтение по символам. И во всем этом тоже нужно разбираться. Это тоже отдельная тема. О том, как в джаве организован блок вывод данных. А, я вспомнил. Еще, короче, посмотрите. Еще способ. Вот, да. Можно аргументы передавать. Вот, зачем мне нужен DataStream Apps? Это нужно для того, чтобы передать программу аргументы. Смотрите. Можно вызывать... Мне только придется сделать нормальный вид идеи. Короче, мы можем в программу передавать аргументы. Вот, у нас здесь есть строчка. Говорит, кроме того, аргумент. То есть, грубо говоря, это когда мы с консолью печатаем какую-то программу, мы печатаем ее название, и после этого передаем какие-то вещи в нашу программу. И таким образом они приходят ей не с консоли, а именно как аргументы при запуске. Соответственно, мы можем сюда написать, допустим, три числа. И таким образом, вот здесь вот, мы можем уже не писать Reader, а знать то, что мы купили. А? Вообще ничего не видно. А что есть аргументы в этом контексте? Сейчас, секунду. Я видимость все тут сооружу. Вот, и таким вот... Смотрите, main, public static plot main, это та функция, которая вызывается при старте любой программы, которую мы пытаемся запустить. У нее по-любому есть вот этот вот аргумент. String args, это массив строк, которые мы можем передать аргументами нашей программы. То есть, мы можем ей передать просто любой отсюда на бурстрок. Он всегда стандартный? Или я делал стандартный в плане строки? И можно... Всегда строки. Всегда строки. Да? То есть, если мы хотим с этим что-то делать потом при стандарте, то мы должны его перепарсить. Ну и, соответственно, давайте... Вот, помните, я там 1, 2, 3 написал, да, аргументы? Давайте посчитаем сумму цифр, которая нам дана, была аргументом. Напишем int res равно 0. То есть, это сумма и цвет побежим. И все пор int i равно 0. I меньше arcs length плюс плюс... res плюс равно arcs item. Вот, ну и вот сейчас вы нам чисто кругаете. А вам, наверное, же никто про массивы, да, не рассказывал что-то такое? Или представляете, что это массивы? А, вопрос, почему там за цепью условий не меньше аргументов? Получается, что мы этот элемент сравниваем с... Что такое массив? Массив — это таблица, которая... Точнее, это индексированная таблица. То есть, она имеет в себе индексы, начинающиеся с нуля. То есть, массивы, все итерации начинаются с нуля. То есть, первый элемент — это... Он имеет индекс 0, второй элемент имеет индекс единицы, третий элемент имеет индекс лойка и так далее. Вот, у нас, соответственно, нам приходит массив срок, и вот эта вот вещь, которая arcs length, ну, видите, да, где кусток, она нам возвращает количество данных элементов. Соответственно, что мы здесь делаем? Мы запускаем наш цикл от нуля и бежим мы пока... по массиву до тех пор, пока мы... ну, короче, не пробежим все элементы. Соответственно, у нас три элемента массива, то есть, у нас, по сути говоря, это вот эквивалентно тому, что у нас здесь будет написано вот так. То есть, у нас пробегает нулевой, первый и второй элемент. Ну, цикл с нуля и меньше длины просто по той причине, что индексация элементов массива начинается с нуля. Вот. То есть, ну, вот это и вот это. Это у нас эквивалентные записи. Просто arcs length писать более правильно, потому что мы можем не знать, сколько нам аргументов придет, а возможно, нам нужно обработать их все. Вот. Ну, и, соответственно, здесь мы просто считаем эту сумму чисел. То есть, вот опять же, получили какое-то число, оно у нас лежит в этом элементе аргументов, которые мы приняли, сделали из него число, ну и сложили их. Вот. Это вот еще второй способ передать данные в программу. То есть, аргументами команды строки. Можно считать консоли, можно там по сети как-то передавать, но это все уже сложнее. Вот. Ну, хотим мы передать в программу, вот сейчас. Вот. Давайте передадим программу, например, вот такую вот, содержащую смысл строчку. И выведем ее. Мы передали какой-то бред туда, и вот мы знаем, что у нас артбарк с Моликовой, то есть, в первом аргументе, ну, в первом ячейке нашего массива лежит строчка, которую мы туда передали. Вот. Мы ее выведем, и получим то, что вот, спасибо нашему строку. Строка полная глубокого смысла жизни. А запусти с командной строки. С чего? С командной строки. С чего? С командной строки. Плиз, снись. В общем, смотрите, можно программу запускать с командной строки, тогда нам нужно сначала перейти в папочку, где у нас лежит наши проекты. Я вам набрал, мы лежали здесь. А покрапнее, да? Тоже. ЦВС. ЦД. Хлор. Волт. Эксенсор. А, покрапнее. Не, не, проект. А я у меня еще и дождь делал. А правой кнопкой меня, что будет? Там он тоже много Нормально? Нормально. Мне кажется, ненормально. Сейчас, может, отсыдусь. Ничем застыдаешь по этому делу. Какой изначальный шрифт сделал? 14? Я взялся 12. Сидишь. Так. Шрифт сделал? О, видно же, да? Или все ли не видно? Переходим сначала в папку, где у нас лежит эта речь. D-projects, cd, 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 cd. Значит, сначала нам программу нужно... Ну, в общем, посмотрите, посмотрим, что у нас здесь лежит. У нас здесь лежит phanic.main.java. Это основной, это исходный код программы. Чтобы он заработал, нам его нужно скомпиливать. Компиливаться Java. То есть, ну, Java-компилятор. Я легко запомню. Java и в конце кнопка C. Потом мы пишем main.java. Он нам говорит, что у нас был ворнинг, но на ворнинге можно... Ну, это просто как бы что. Вот есть какая-то ошибка, которая не влияет на работу программы, но как бы неплохо было бы для красоты ее исправить. Теперь у нас... смотри. Вбьем ls и увидим то, что у нас появился main.class. Это откомпилированный файл, который уже можно запускать. Откомпилированный файл и запускается уже команда, собственно, Java. Запускаем Java main. И после Java main пишем аргументы, которые мы хотим передать. Вот у нас, по-моему, тогда строчки выводятся, да, в общем? И да, у нас внизу выйдет строчка. Вот. Вопрос по программе. Там, ты нулевой массив. То есть, нулевой элемент на силу. Да. И выигрывает вся строка. Да. Почему так? Потому что у нас одна строка, это... Ну, она зашла просто весь нулевой элемент на силу. Ну, если... Если мы хотим нажимал... Ну, можно, получается, второй и третий. Ну... Сейчас. Ну, запустим. Ну, сейчас. То есть, там, получается, все входные данные, которые выводятся с этого окна, в этом отделе, они являются единственным переговором на силу. Нет, они через пробелы не являются. Ну, может, как бы. Здесь уличная нажала. Вот, через первый. Ну, по-моему, вот, я врезал. Уже будет второй, третий, четвертый. Вот. То есть, они, можно, не через пробелы. Ну, блин, сейчас. Все, понятно. Один, два, три. Вот, вывелось один. То есть, раз-два-три. Первый, второй, третью. Увелиться в угол. Ну, то есть, короче, суть в том, чтобы запускать программы из консоли, надо их сначала скомпилить, чтобы скомпилить использоваться команды Java. А потом, чтобы запустить, используется формата java. Соответственно, когда мы пишем java, мы должны написать имя, класс и точка обязательно java, которую мы хотим скомпилить. А когда мы запускаем саму программу, мы пишем java, и потом уже имя свободно скомпилированной программы, то есть без точки чего-нибудь. Ну и потом в конце мы пишем инструмент, как имя мы хотим передать. Вот. Это на их системах точно так же, да? Наверное, везде там. Да, да. Ну, вот. Если нет вопросов, давайте закругляться. Если есть вопросы, то есть...